Так, Евгений Ваганович прислал нам сообщение. Юра, дай совет, мне 29, 5 лет назад заболел диабетом, оттелок всегда скрываю, быстро расстаюсь, стремаюсь. Так, все ок, техдир в компании, технический директор. Кодер, как преодолеть страх признания, стоит пойти к психологу. Короче, как всегда, истина где-то посередине. А, я прошел по обоим путям. Я в свое время сидел на сайтах знакомств, еще до бытности блогером. Я строил из себя лучшую версию себя. Отношения разваливались из-за того, что, ну, естественно, я это не лучшая версия себя, я худшая версия себя. А потом я стал наоборот, подумал, что какая-то хуйня, наверное, надо сразу говорить, что я мудак. Попробовал, блядь, сделать анкету так, чтобы, грубо говоря, сразу показать, что я мудила. И знаешь, что случилось? Телки перестали отвечать, писать, блядь, ёпта, так что я... Вот нужно прям вот где-то как-то вот типа вот между этими как бы состояниями быть. Ты и не рыцарь на белом коне, но ты и не мудила. Ты серый рыцарь, блядь, как бы. Вот как-то так и лавируй с этой хуйней. Хотя мне иногда кажется, что проще, чтобы все были чёрными рыцарями и тёлки перестали совсем уж охуевать. Потому что и так понятно, что белых рыцарей не существует. Они только в воображении тёлок. Просто некоторые люди успешнее ими притворяются. А на самом деле мы все только и сидим. Чёрные рыцари, Black Lives Matter, блядь, и кто-то просто успешнее затирает тёлкам, что да-да-да, твои картины действительно интересные. Слушай, а можно вот как бы мне, чтобы ты жопу полизал? Вот такая хуйня. Да, жизненно. Так. Жизненно, ребята, главное очень жизненно, блядь. А ты бы хоть добавил что-то, у тебя две жены, а ты в таких вопросах кукаретика какого-то слушаешь. Я в комментах читал, говорят, у меня вообще никакой женщины не было, блядь. Поэтому ты бы как пояснил, как гуру, блядь, отношений с бывшей женой ещё, блядь. Не, а у него в конце сообщения трезвая мысль, типа, стоит ли сходить к психологу. Я считаю, что стоит. Потому что здесь проблема не в женщинах и не в отношениях с женщинами. Здесь проблема в том, что у него странное отношение к тому, что он болен диабетом и не может этому, как бы в этом признаваться. То есть тут проблема не в женщинах, а в нём. Как насчёт того, что все больны чем-то? Вот просто ты охуеешь. У кого-то дислексия, у кого-то алкоголизм. Тут здоровых-то людей нет. И ты такой, мне стыдно сказать девушке, что у меня диабет. Чувак. Какой? Она просто скажет, то есть все десерты теперь мои? И ты такой, да? Всё, проблема. У нас какая-то такая стыдно сказать какому-нибудь, я не знаю, бате полковнику, что ты гомосек, блядь. Вот это стыдно. А сказать тёлке, что у тебя диабет... Да, и батя скажет, что он тоже. Типа, ну не импотенция же? Нет, хуй стоит у меня. А в чём заключается твой диабет? Мне нужно следить за уровнем сахара в крови. И она такая, да мне не похуй, что ли, блядь. Типа, а ты прям такой, я не могу ей сказать, что я слабый. Вот у нас какая-то такая проблема, что мы не можем себя признавать ни в чём слабаками. Типа, нет, это... Я лучше умру. Когда я буду лежать, и мне нужен будет инсулин, войдёт моя девушка, она такая, что случилось? Я такой... Ничего. Нет, я мужик. Я настоящий мужик. Иди, иди, иди дальше смотри сериал. Я просто... Я просто умру. Диабет. Ты бы ещё, чувак, хотя бы, ну, чё-нибудь зашкварное искал. И нурез, например, знаешь, типа, какая-то такая хуйня. Диабет! О! Джарахову это не помешало двух близняшек закадрить, блядь. Ёпта. Диабет, прикинь, да? Тёлки такие, блин, так у тебя диабет? Я не буду с тобой тусить. Кому ни похуй вообще в 2020 году, что у тебя диабет, чувак? Ты просто такой, а, блядь, самая страшная тайна у меня диабет. И чувак тебе такой, а у меня геморрой, блядь. Я сижу на огромной шишке. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А у тебя какие проблемы? А мне нужно периодически инсулин колоть это. Ага, ну понятно, ну ты пиздец страдаешь. А у меня из жопы граната растёт кожаная, блядь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Но ты, конечно, мне диабет просто, понимаешь? Я, если слишком много сахара съел, мне нужно что-то без сахара съесть. А если я без сахара ел, мне наоборот что-то сладкое надо. Да, понятно, понятно. Дайте-ка наставление человеку, который не может отойти от разрыва отношений. Отойди. Хе-хе-хе-хе-хе! Блядь! Это охуенный блядь. Мне иногда кажется, я когда слышу, что какие-то черти Лолиту 15 лет доили, просто психоаналитики, я такой, что они делали? Она говорит, они объяснили, что мои родители любили меня как могли, и что я должна любить себя. И вот 15 лет Лолита платила сотни тысяч рублей за сеансы. Мне иногда кажется, я вот могу быть просто, прочитай донат, вот просто Юра психоаналитику. Дайте-ка наставление человеку, который не может отойти от разрыва отношений. Отойди от разрыва отношений. Как это просто? Человек приходит к психоаналитику такой, я не могу отойти от разрыва в отношениях. Так, хорошо, давайте, расскажите мне на пять тысяч рублей сейчас все, что... Можете, может, еще пару-тройку сеансов будете рассказывать, потом я скажу. Вам нужно отойти от разрыва в отношениях. Психоаналитика, чуваки. Что делать мне, чтобы отойти? Отойди. Как мне перестать есть говно? Перестань. Как мне перестать переживать по поводу моей работы? Перестань переживать по поводу твоей работы. По-моему, у меня получился охуенный врач, как бы анализируй это, блядь. У тебя новая авторская методика, понимаешь? Да, да, да. Просто человек приходит, он на самом деле... Вот все, что хочет услышать от психоаналитика, от психотерапевта, это вот то, что он хочет услышать. На самом деле, не нужно даже разбираться во всей этой хуйне. Просто человек к тебе приходит и говорит, типа... Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, какие у вас проблемы? Я устал. И просто ты слушаешь всю хуйню, которую он говорит, и потом... Ваша проблема в том, что вы устали. Вам нужно отдохнуть. Сквозь пять тысяч. Ну, знаешь, людям иногда нужно, чтобы они какие-то очевидные вещи услышали со стороны. Потому что когда человек сам себе что-то говорит внутренним голосом, он в этом все-таки сомневается, думает, что... Приходит Лолита, говорит тебе... Человек все-таки, знаешь, животное социальное, поэтому люди привыкли прислушиваться к мнению других людей. Деньги и такой, знаете что, Лолита? Любили как могли. И она такая, блин, правда? И ты такой, правда? Я психиатр. Она такая, берите сотни тысяч рублей. А можете научить меня любить себя? Я такой, могу. Еще десять сеансов. На десятый сеанс говорю. Лолита, ваши родители вас любили? Так почему вы себя не любите? Вы должны полюбить себя. Она такая, блин, доктор, вы гений. Все эти миллионы рублей просто, они не просто, но в пустую. Вы гений. Вы реально говорите такие вещи. И тут чувак опять забыл донат. Как конкретно звучало, типа, как перестать... Кахалу прислал нам сообщение. Дайте-ка наставление человеку, который не может отойти от разрыва отношений. Да, отойди просто. Вот тебе супер психология, быстрая. Сколько он скинул? Сто рублей, блядь, ёпта. За сто рублей. Тебе не надо, как Лолита, 15 лет ходить, типа, отойди. Ты же сам все понимаешь. Ты понимаешь, что тебе надо, и ты такой, как мне это сделать? Да, блядь, как угодно, нахуй. Как им кверху, блядь, ёпта. Отойди от отношений, все. Вот лучше расскажи мне, как мне опять популярным стать. Вот это серьезный вопрос. Стань популярным. Да, да, да. Как тебе отойти от отношений, это просто, блядь. А как мне опять, вот, как батя в здании там стать, это... Ответь, и я тебе, блядь, сам, блядь, подгоню. Бляди, и ты забудешь о любых отношениях, нахуй. Типа, просто берешь и забываешь, блядь. Рэпчик прислал нам сообщение. Юра и Ежа, рассудите, мой друг женился на девушке из обеспеченной семьи. Сам обычный механик, но спустя годы родители жены, и она сама требует, чтобы он начал нормально зарабатывать. Так как у жены, следующее сообщение, у жены остались царские замашки. Она стилист, и он, например, ей оплачивал семинар в Европе за 500 евро. При том, что сам ебашит как... А, и сам ебашит как может. Вопрос, должна ли семья жены, если не дать рыбу, так удочку. Ну, удочку, да, но, блядь, понимаешь, в чем дело? Парадокс этой ситуации в том, что девушка вроде как из богатой семьи, но при этом ее саму как бы не научили ничему. И поэтому она требует от мужа, который механик, чтобы он ее обеспечивал. Это уже какая-то патологическая хуйня. Потому что в нормальных семьях, не в России, конечно, да, но в нормальных богатых семьях, там, в принципе, родители, они думают об образовании для своих детей, там, о том, чтобы они хорошо зарабатывали, там, не зависели в случае чего от мужа или жены. Что? Я забыл, что хотел сказать. Прочитай опять, да. Ну, ты пидор просто. Да, просто нехуй порваться меня перебивать, если ты, блядь, сам слышишь, что я говорю. Блядь, я алкаш, ебаный, ты можешь потом договориться держать. Да, да, тебе, это, это, знаешь, это когда Ефремова спросили, типа, нахуй он сел пьяный за руль и зачем он сбил человека, ему надо было сказать, типа, бля, ну я же алкаш, ебаный. Я спецслужба подмешал. И все, и освобожден сразу, блядь. Кокаин в водку, а в сигареты траву. Короче, смотри, специально для тебя. Друг женился на богатой, на девушке из обеспеченной семьи, а друг обычный механик. А девушка... А, короче, смотри, тут все работает от того, насколько... Ты же женился не на семье, правильно? Типа, главное, вот, типа, если тебя телка гумой, это плохо, потому что женился ты на телке. А в целом, вот ты можешь просто использовать пример из Бомбил или где-то из Решала, просто, блядь, вот, игнорируй все, что тебе не нравится. Я это... И так ты будешь общаться только с людьми, которые тебе приятны, и с приятными родственниками, которые... Мне кажется, самые прикольные родственники, это те, кто живут на Дальнем Востоке и просто присылают красную икру раз в год, блядь. Мои любимые дяди, тети, респект, буду молиться за вас до конца дней своих, блядь. Так и здесь, просто забей, не общайся с тем, кто тебе неприятен, блядь, так и... У тебя есть телка, есть, блядь, от тебя что-то требует, а ты просто говори, я ебанутый, я станист. Вот, блядь, типа, ну, такая хуйня, я верю, сустану, и все, нам дастся, блядь. А тебя рано или поздно отъебутся. Тебя, конечно, будешь считать ебанутым, блядь, но если ты любишь телку, а не вот подмазываться к родителям, просто вот, блядь, тебе говорят, а почему ты не тот и тот, а ты такой, я потому что верю в сатану и слава сатане. Сатана даст мне все, что я захочу, рано или поздно. Все, они от тебя отстанут, поверь мне. Продолжение следует...